Всем привет! Вы смотрите канал Инженер. В этом видео будет рассказано о преимуществах планетарной передачи. В одном из прошлых видео рассказывалось о недостатках планетарных передач. Прежде чем рассказать о их преимуществах, прошу поставить лайк и нажать красную кнопку подписаться. Отмечу, что недостатки и преимущества планетарная передача имеет с точки зрения инженера-конструктора, в зависимости от того, в какой конструкции они применяются. Для потребителя применение планетарной передачи выливается в большую цену изделие, но меньшие затраты и большие выгоды при эксплуатации. Это, конечно, в том случае, если все сделать правильно. Итак, 7 преимуществ планетарной передачи для инженера-конструктора. Первое. Компактность планетарной передачи позволяет ее размещать в ограниченных габаритах. Например, планетарные передачи используют в колесных передачах, разнесенных главной передачей. При этом передача размещается в пространстве колесного диска. При использовании цилиндрического внутреннего или внешнего зацепления, при том же передаточном отношении, пришлось бы выносить конструкцию за пределы обода колеса. Второе. Соосность входного и выходного валов позволяет использовать ее, когда в техническом задании имеется такое требование. Например, согласующий редуктор между двигателем и гидродинамическим трансформатором позволяет устанавливать автоматическую коробку передач соосно с двигателем. Причины установки согласующего редуктора описаны в одном из видео на канале. Смотрите подсказку и ссылку в описании. Третье. Коэффициент полезного действия планетарной передачи может быть выше, чем у аналогичной цилиндрической. Это объясняется тем, что кроме обкатки зубьев сателлитов по зубьям центральных колес, как и в простых цилиндрических передачах, есть переносное движение сателлитов вместе с водилом, в котором нет потери энергии на трение. Четвертое. Можно получить большее передаточное отношение по сравнению с цилиндрической передачей внутреннего или внешнего зацепления. Это позволяет вместо двух последовательно установленных передач использовать одну, что также повышает коэффициент полезного действия. О передаточных числах планетарных передач и их расчете на канале есть видео. Пройдите по подсказке или ссылке в описании. Пятое. Отсутствие сгибающего усилия на центральных валах за счет уравновешивания радиального усилия от сателлитов. Позволяет делать более длинные валы или уменьшать их диаметр. Ресурс подшипников центральных опор значительно выше, чем у других типов передач. Шестое. Планетарную передачу можно использовать в качестве дифференциала или сумматора. Применяется в качестве межосевого дифференциала в раздаточных коробках с несимметричным делением крутящего момента между выходными валами. Также в качестве дифференциала используется в коробках передач. Например, в автоматической коробке передач применение дифференциала совместно с гидродинамическим трансформатором позволяет увеличить коэффициент полезного действия автоматической коробки передач. В тех же автоматических коробках передач планетарные ряды могут выступать сумматорами при разветвлении потока мощности. Седьмое. Планетарные ряды позволяют получить много передаточных чисел, что необходимо для коробок передач. Как было показано в видео про передаточные числа планетарного ряда, возможно получить 4 передаточных отношения в зависимости от входного, выходного и остановленного звена. В простом цилиндрическом зацеплении возможно организовать только две передачи – прямую и обратную. Применение двух планетарных рядов позволяет организовать три передачи переднего хода и одну заднего. Например, механизмы по схемам Симпсона и Ровеньо позволяют организовать нейтраль – две понижающие передачи и прямую, а также передачу заднего хода. Схема Лепельете состоит из трёх планетарных рядов и позволяет организовать шесть передач переднего хода и одну заднего. американские автоматические коробки передач alison модели 3000 и 4000 также имеют 6 передач переднего хода и одну заднего относительно недавняя разработка компании ценрад фабрик 9 hp на четырех рядах образуется 9 передач переднего хода и 1 заднего чтобы в новых видео я рассказал об упомянутых автоматических коробках передач поставьте лайк в комментарии напишите о какой из них рассказать первой кстати есть еще одно бонусное преимущество планетарных коробок простая автоматизация поэтому именно этот тип коробок был автоматизирован первым и стал называться классическими автоматами или а кпп жмите красную кнопку подписаться и продолжайте смотреть полезное видео о технике и технологиях на канале инженер и и